Алексей, что вы делаете? Я чувствую, что сейчас люди начали уже деньги кидать в монитор. Друзья, здравствуйте. Сам в кадр не полезу. Когда такие классные люди в кадре, мне лезть не надо и противопоказано. Думал ли я, что я смогу задать вопросы самому Алексею Копцеву, главному спутияну России, как он сам себя называет? Главному спутияну Российской Федерации. Да, 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 Российской Федерации и человек, который на своих, ну не хрупких, могучих плечах несет разработку смуты. Вот, сегодня мы записывали миллион интервью с ним, он уже подустал немножко, но я вот подсуетился в пересменке. И хочу вас спросить, вопросы задавали ему вообще всеобразные. Но они спрашивали, во что играл, играет, любит играть, на каких платформах. Алексей, Алексей, вообще с чего начался ваш игровой путь? О, гениальный вопрос. Игровой мой путь начался в 1988 году. О, это год моего рождения! В городе Новосибирске наши шефы, Сибирский научный институт геологии минерального сырья поставили в школу, в учредительный центр. И в этом учредительном центре на машинах, таких больших калькуляторах D3-28 запускалась игра Саботер. Вот самая первая игра в моей жизни, в которую я, в общем-то, то есть, ну, по возможности, в общем-то, спрос был большой на эти места за компьютером. Ну, так или иначе, играл, и вот как начал играть, так до сих пор и играю, не могу остановиться. В другие игры, не в Саботер. По поводу платформ, ну, в общем-то, так уж получилось, что исторически у меня дома были все игровые платформы. Мои дети, два у меня сына, старшему 27 лет, младшему 16, выросли в удивительной атмосфере игр. В общем, абсолютно, ну, кроме «Спектрума», кроме «Спектрума» я играл, играю на всем. Из таких фаворитов сейчас вот играю в «Четвертый Диабло», в кооперативе со старшим сыном играем. Он в другом городе живет, я в Новосибирске. И такие вот сеансы общения очень доставляет и радует такая активность. Как вам «Диабло» именно как видеоигровому разработчику? Многие прям вот хейтили, говорили, испортили игру и так далее, но сейчас вот людям только бы похейтить. Нет, я совершенно не согласен и с точки зрения нарратива, и с точки зрения каких-то нравственных акцентов. Сюжет потрясающий. Я сначала, как это, Пастернака не читал, но я против. Сын меня все-таки убедил поиграть, стал играть, прямо как в третьем, в «Ведьмаке», в некоторых местах сранил такую скупую слезу, потому что очень эмоционально пробирает, есть яркие там сюжетные квесты. Ну а играть, в общем-то, легко и приятно, как это у «Близзард» вводится, то есть верхний слой, это все просто, а потом ты, чем уровень сложности возрастает, открываются новые механики и так далее, в общем, ну, мне субъективно нравится. Погодите, погодите, а донат в игру заносите? Нет, нет, потому что никогда не доначу раз, во-вторых, никогда не доначу два. Да, вообще-то, нет, не заношу. Ну ладно, играя, вам вполне комфортно без этого, и те вот визги о том, что если в игру не занести 500 тысяч долларов, то в нее играть невозможно. Глупости полный, возможно, 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 плюс ко всему, там на старте даются всякие разные плюшки бесплатные, и, собственно говоря, вот сейчас вот идет очередной сезон, и ты создаешь... Зачем занимаюсь рекламой Близзард, кто скажет? Ну, в общем-то, то, что говорят по донату, это все неправда. После какой игры вы поняли, что вы тоже хотели бы заниматься вот этим ремеслом благородным? Легко могу ответить на этот вопрос. Во всех своих интервью, я как это, как Карфаген должен быть разрушен, я вот все время одно и то же говорю, игра, которая меня потрясла, это игра Star Control 2, и музыка, и сюжет, и геймплей на механике, вот это все меня просто вот так вот перевернуло, ну, потом появился Аудзе, понятно, там No Man's Sky, вот эти механики для меня наиболее привлекательные, ну, и, возможно, в какие-то из ультим, в какие-то из частей ультима, и Underworld, и просто ультима. Главный вопрос, есть ли у вас Nintendo Switch, и играете ли вы на нем? Абсолютно. В какие у вас тут играете? Есть Nintendo Switch, и сейчас я играю в свежую Зельду. Честно сказать, название устал запоминать, но Tears, что-то... Слезы королевства? Да, да. И как вам, нашим зрителям, это прям вот, прям вот будет бальзам на душу? Крайне интересно, механика вот эта вот работа с устройством меня просто завораживает. Сложно, интересно, жалко мало времени, мечтаю, как надо добраться и вообще заливнуть в отпуске. Опять вопрос, как геймдизайнер, не считаете ли вы, что вот, вот добавление верхнего слоя и нижнего, какой-то вот недоработка, и контента там маловато? Ой, ну, я достаточно мало часов, к сожалению, еще наиграл, а вообще известна история японских игр, что у них и на 40-м часу, и на 80-м может что-нибудь новенькое появиться. Вот, поэтому здесь, объективно, мне пока трудно сказать. Мое субъективное ощущение, что у меня предыдущие плюшки и радости не отобрали, а догрузили еще новых, и в общем, то есть, все это меня делает счастливым. То есть, в Breath of the Wild вы тоже играли? Безусловно, прошу. Это прекрасно. Ну, значит, судьба смуты в надежных руках. Раз вы упомянули странные японские игры, я ворвусь в кадр, и у нас есть рубрика «Назови свои 12 JRPG». Я не прощу вас называть их 12, но, но, играете ли вы именно в JRPG? Играл, конечно, да, играл, играл. Ну, давай будем так, Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy... По правилам этой рубрики Final Fantasy можно называть не больше пяти, и нужно назвать главного героя каждой из них. Я шучу. Назовите какие-нибудь игры, вот, японских таких, странных, как у нас любят. Да, 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 да. Ну, однозначно назову. Ну, наверное, не 12, потому что я уже давно в них так явно играл. Final Fantasy, Dragon Quest, Shadow Hearts, Kingdom Hearts, Нино Куни. Мне на день рождения подарили Steam Deck, я на Steam Deck поставил Нино Куни 2. Сейчас собираюсь играть вот в него тоже по контролам, очень удобно, кайфово. Final Fantasy Tactics, кстати говоря, Огр Tactics, это же тоже, наверное, из этой оперы. Была прекрасная JRPG по «Властелину колец», кстати говоря. Я даже не помню такую, надо гуглить и узнать. Да, на механиках Final Fantasy очень-очень прям... Ну, значит, человек с экспертностью, бросайте эту табличку. Раз вы упомянули Steam Deck, и если у вас есть последний билд, как билд с мутой работает на Steam Deck? Пробовали бы его заниматься таким безобразием и запускать? На протончике, да? Мне задавали этот вопрос. Нет, не пробовал. Ну, если не вы, хотя бы ваши специалисты, разработчики. Это хорошая мысль. Сейчас есть железка, и действительно, возможно, стоит и попробовать. Так расскажите нам обязательно об этом в вашей группе, в группе ВКонтакте, активный паблик. Задавайте правильные вопросы. С удовольствием. Ждете ли вы Switch 2? И, естественно, планируете ли вы портировать на него смуту? Ох, мечты-мечты. Ну, нет, давайте так. Я мечтаю выпустить на Switch 2 свою версию Star Control. Вот, вот так вот. Я мечтаю сделать такой рогалик с настроением Star Control только в реалиях мира полудня, где группа пионеров путешествовала бы по космосу, устанавливала отношения с разными инопланетными расами, помогала пришельцам, ушельцам, в общем-то, то есть, вот такой вот у меня план мечта. Алексей, что вы делаете? Я чувствую, сейчас люди начали уже деньги кидать в монитор, и не знают, куда это... Когда я на третьей планете. Вы описали игру мечты, а еще если там можно будет караваны грабить, спасибо большое. Алексей, действительно, очень было интересно пообщаться и узнать про ваш игровой опыт, и развеять сомнения, что, ну, эти люди, они просто не пойми, что делают. У них огромный игровой опыт, мы также общались частично и с гейм-дизайнерами, и с 3D-моделлерами. Они все люди давно в индустрии, любящие самые главные игры, и которые понимают, какая игра должна быть. Так что ждем смуту в полной ее версии, и будем прям вот за поем проходить. Спасибо. Скажите нашим юным и не очень зрителям, потому что на нашем канале я всегда говорю, у нас немного там людей, 40 тысяч, но я обычно умножаю их на три, потому что смотрит 45-летний мальчик, ну и трое его детей. На коленках нет. Да, 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 да. Что вы посоветуете нашим юным и не очень зрителям, которые в основном потребители игр на свитче? Нинтендобоем. Дождаться портирования смуты на свитке. Ох, Алексей, вас никто с язык не тянул. Будем ждать, ждать, надеяться и верить. Спасибо вам огромное, приятно было с вами познакомиться. Ну и а вы пишите в комментариях, насколько... Зовите еще, с удовольствием приду, расскажу. Я не знаю, наших бюджетов не хватит, что мы с Алексеем сразились в Марио Карт, и насколько он нам покажет, насколько силены его лопищи, как у того медведя, которого они вот сегодня выложили. Спасибо большое, Алексей. Спасибо большое.